В рядах, казалось бы, мужского вида спорта можно постричать и девочек. Одна из участниц не видит ничего плохого в состязаниях между полами. Главное привыкнуть. Около пяти месяцев назад Полина Винникова бесповоротно проникнулась с любовью к экстремальному виду спорта и тележкам. Дальнейшего будущего без картинга 11-летняя девочка даже не рассматривает. У меня позвонила подушка и сказала, Полина, собирайся, отведу тебя на картинг. Мы поехали, я посмотрела, поехалась, мне все понравилось. И я поняла, что это картинг, это то, чего я хочу. Этот этап областных соревнований отсеял менее маневренных. Пилоты из Бобруйска и Могилева проехали по три круга. Два тренировочных, последние на время. Значение имеет каждая сбитая фигура. Конус, например, добавляет две секунды. Пропущенный элемент, либо неправильное выполнение маневра – пять секунд. После чего время суммируется и определяется результат. Но для победы нужна не только маневренность, но и крепкий фундамент знаний. Сначала минимальная теория. Занимаемся какой-то техникой безопасности. Что ребенок должен знать, что можно делать, что нельзя за рулем. Потому что это очень опасно. Все-таки они одни за рулем. Когда там родители дают прокатиться, это одно дело. Рядом кто-то сидит. Здесь они самостоятельно уже. Потихоньку, помимо, медленно тренируются, катаются. На площадке у ледовой арены бобруйчане показали высокий уровень подготовки. Второе и третье место в общекомандном зачете. Плюс золото и две бронзы в личном. Впрочем, областные соревнования – это только начало пути. В апреле в Бобруйске пройдут республиканские соревнования в рамках спартакиады, учащихся по техническим видам спорта. Состязания проведут впервые. В наш город съедется вся республика. Самые лучшие картингисты будут демонстрировать мастерство пилотирования, свои умения и навыки. В Беларуси картинг в большинстве своем представляет развлекательную индустрию. Однако на международных аренах пилоты входят в топовые места. В 2019-м сборная страны заняла первое место в серии «Прокарт» в Латвии. Кроме того, белорусские картингисты традиционно выступают в международной серии «Ротекс Гранд Файнал» и стабильно входят в двадцатку сильнейших. Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.